Продолжение следует... 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 Простите... Простите... Я не хотела... Я сейчас... Все... Все... Вытру... Да ладно... Давайте сюда... Водички принесите... Пожалуйста... Окрошку вам нести... Продолжение следует... Хватит... Хватит... Уже окрошки... Простите... Что такое настоящие... Вася... Привет... Пойдем... Пойдем... Сейчас узнаешь... Привет... Привет... Я Ира... Это Алена... А вы... Эдуард Сергеевич... Греков... Эдик... Гений в сфере высоких технологий... Из Питера... Очень рад знакомству... Знаете... Наша Алена... Хоть и не компьютерный гений... Но очень большой талант... Вот... Например... Вы знаете... Как она поет... Эдуард... Перестань... Ну это правда... Так... Ну и что мы стоим... Танцы уже начались... Ну так пойдемте... 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 А вы нас долго ждали? Ну... Примерно полчаса... Друзья... Ааакимика. Редактор субтитров субтитров... Кромовичzona следует... Ааакимика», Ааакимика. Про название великолuxо... Куршакилова нет. 1 Пришалы... Но и на montrer поделемался бы... Ааакимика. Продолжение следует... Продолжение следует... Макс, а, мне нужен твой совет по поводу... Слушай, я не знаю, что делать. Пичугу совсем озверел. Солдат кормит, чем попало просто. Одного не льет. Ну, доложи по начальству. Да к какому начальству? Он же племянник, командир в округе. Кому? Хм! Продолжение следует... 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 Посиди со мной. У вас что-то случилось? Родители погибли ещё в девяностые, на границе Таджикистана. Отец там заставой командовал. Ну, и во время нападения. Я ещё малой совсем был, у бабушки на каникулы в то время был. У неё и остался. А потом в Суворовске друг отца помог. Макс вместе со мной. Вот с тех пор мы с ним всегда вместе. Да, наверное, это здорово, когда рядом такой друг. Тебе на работе-то не попадёт? Да нет. Вечер, народу мало совсем. Всё в порядке. А вам? Мне пора. Вечернее построение. А можно с вами прогулять до части? Конечно. Алёнка. Незабудки. Как глаза твои. Мама говорит, что они достались от отца. Только я его никогда не видела. Он погиб перед самым моим рождением. Да, без папки тяжело, наверное. Да я не знаю, каково это, когда рядом отец. Спасибо. Настя, а вы всё в порядке? Настя, тебе плохо, что ли? Алён, всё в порядке. Это я рожаю. Настя, я просто рожаю. Ты меня не пугай так. Настя, давай я мужу позвоню, хорошо? Да куда ему звонить? Его же нету. На базу ехал между Реченской. На базу. А где находится роддом? Давай машину поймаю. Роддом в родцентре. 70 километров. Алён, ты это воды горячей с кипятья. Хорошо. Мне это доктору надо позвонить. С доктором надёжнее. Больницу нужно. Настя. Девчат, покормите? Настя, рожай. Родцентр нужно. Ну вот. Ёкар, Олёнка. Сейчас я на улицу выводи. Хорошо. Сейчас я. Девушка, вы врач? Нет. А что случилось? Нам врача. У нас роженицы здесь. Тихо, тихо, тихо. Спокойненько. Как часто схватки? Часто, часто. Вы папаша? Я нет. Ну тогда оставайтесь. Вам нельзя. Ждите здесь. Ничего, ничего. Пойдём. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Да. Да. Я перезвоню. Заходи. Ну что, капитан Михайлов, как там? Всё в порядке? Эта женщина беременная родила? Родила. Мальчик 4300. Ты же подполковник. Разрешите, я пару часиков покемарю. Я не возражаю покемарю. Только вряд ли получится. Что случилось? Да вечером звонил дежурный из КПП. Сказал, к тебе девушка приехала. А я распорядился ключи запасные дать. Спасибо. Хочешь, кемарни. Хочешь, отдыхай. Ну, в общем, как получится там. Спасибо. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Попорожку принять. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть. Артём, ты где пропадал? Соня, ты приехала. Ну, привет. Привет. Чего, не приходил? Пятый день уже нет. Подумай, а. Слушай, ты, главное, не переживай. Потому что мало ли что могло случиться. Может быть, человек заболел. Может быть, не знаю, в командировку отправили. А вот этот вот его друг Макс, он приходит? Ну, подожди. Ну, так надо просто спросить у него, где Артём и Делов-то. Ну, как ты представляешь себе это? Здравствуйте, Максим, а где ваш друг Артём? Так, что ли? Не, ну, конечно, не так. Ну, горе луковое, а. Вот почему ты у меня такая, м? Слушай, я знаю, что подумала. А давай мы с тобой сегодня рванём в этот клуб. Может быть, там его и увидим. Думаешь? Ну, конечно. Оль, Оль, Оля, Оля, что-то случилось. Оля, солёный что-то? Оль, ну не молчи. Ну, скажи что-нибудь, Оль. На, почитай. Я у врача была. Господи, напишут же, ничего не понимаю. Объясни своими словами. Оль, что объяснять? Болезнь у меня. Плохая болезнь. Операцию делать надо. С комбината уходить. Вредно мне там. Олюшка, милая, что ж ты молчала-то? Чё с Алёнкой-то бедной будет? Чё ты себе раньше времени хоронишь? Ой, Алёна через год-два замуж выйдет. Тебе и себе думать надо. Себя поберечь. Боюсь операции. А вдруг совсем не встану. И что тогда? Алёньке жизнь калечить? Всё образумится. Мы к знахарьке поедем. Вылечит она. Точно вылечит. Слушай, Ань, ты пока ничего о Лёне не говори, хорошо? Ладно? Хорошо. Поняла? Ты слышишь меня? Чего ей жизнь портить? Пришла всё-таки, да? Слушай, давай мы с тобой не пойдём туда, а пойдём просто где-нибудь погуляем. Ир, ну ты же сама предложила, ну. Да, я понимаю, я сама предложила, просто, понимаешь, в чём дело? Понимаешь, я с Васей поругалась. Да. И мне не очень хочется туда идти, если честно. Да ладно, я вас помирю, пойдёмте. Нет, пожалуйста, давай мы не пойдём туда, не надо, мирить нас. Ну правда, погуляем, по душам, по воздухам. Ир, ну где ты ходишь? Я тебя жду-жду. Я чё-то не понимаю. Слушай, что хочешь со мной делай, но я тебя туда не пущу. Ну, не надо тебе туда, пожалуйста. Вон там, да. Ален! Кто это? Его невеста, Соня. Он, к нему приехал. Давай попаться. Извините, разрешите пригласить вас на танец? Не моя, не моя, не моя, ты больше слышишь? Не моя, в душе печаль. Красавица моя. Не моя, мы уже не станем ближе, уходя. Простись, прощай. Простись, прощай. Прощай. Шерцов, опять полночи не спал, хавчик под одеялом лопал. Никак нет, товарищ капитан. Просто Сашка Савельев умер. В госпитале, только доложили. Как умер? Отравление. Печень отказала. Ничего не могли сделать. Капитан Михайлов знает? Да, он только что здесь был. Как узнал, сразу убежал. Кажется, к майоре почудни. А ты что так волнуешься, капитан? Ты, может, хочешь, чтобы я с тобой поделился? Давай, обсудим. Чего молчишь ты? Поделился, значит. Сегодня из-за тебя пацан умер. 19 лет. Ему бы жить и жить, а не тебе, тварь. Ты что делаешь-то? Страшно. Страшно. Из-за тебя в воинскую честь марать? Нет. Пусть тебя военный трибунал судит. А ты подумай, как ты его матери в глаза смотреть будешь. А ну, вернись. А ну, вернись. Стукануть хочешь? Мал ты еще щенок, чтобы со мной тягаться. Я тебя сейчас шрепну за нападение на старшего по званию. И ты посмотришь, кому поверят. Товарищ майор, вы что? А ты что такая спокойная? А почему, должна нервничать? Ты ничего не знаешь, что ли? А что я не знаю, Юра? Артема арестовали! Господи, я к нему. Выходи, подтолкнешь. Артем! Да, погодка. Час по вашим выбоинам добирались. Ну что, капитан Исаев, поговорим? Поговорим. 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 Мой давнюю личную неприязнь к майору Пичуге. Так? А. Вы хотите, чтобы я товарища оболгал? Если хотите знать мое мнение, то Пичуга вор. И получил по заслугам. Товарищ капитан, майор Пичуга сейчас находится в тяжелом состоянии. У него остались жена и маленькая дочь. Мне кажется, у вас тоже есть маленькие дети. Представьте, что они останутся на долгое время без отца. Почему? Потому что если Пичуга умрет, у вас, Исаев, есть все шансы сесть рядом с Михаилом за соучастие. Ну, Исаев, покурите. Успокойтесь. Никто вас пока, пока сажать не собирается. Но мне нужна ясная картина. Понимаете меня? Ну, тогда начнем с самого начала. Как давно капитан Михайлов испытывал личную неприязнь к майору Пичуге? Привет, Дарвич. Я думал, так и сдохну, здесь не увидев человеческого лица. Держишься? Ну, как видишь. Как там Соня? Ты видел ее? Соня, нормально. За тебя переживает. Мне вот позвонили. Наконец разрешили к тебе. Только... Я должен убедить тебя прекратить голодовку. Степич, пойми, это бессмысленный жест. Они лишили меня звания, Макс. Они собираются меня выкинуть из армии. Я не знал. А то, что у меня солдат погиб. Не от пули, а от того, что он кусок мяса съел в столовой. Ты это тоже не знал? Я прекрасно понимаю. Но ты сильно ударил Пичугу. Ты о чем, Макс? Да я ударил... Я ударил мерзавца, который меня хотел застрелить. Ты же все видел. Ты теперь ничего не докажешь. Пичуга пришел в себя и дал показания. Ты сам понимаешь, какие. Хорошо. Я тебе хотел сказать по поводу показаний. Они мне сказали, что... И меня вместе с тобой. Тём, я не мог иначе. Ты прекрасно понимаешь, у меня Димка и Федька. И Маринка, она их в одиночку не вытащит. Но я не мог иначе. Ну прости меня. Слышишь? Эй! Открывай! Открывай, говорю! Ален, мы уже второй час ждем. Пойдем, может быть, в кафе погреемся, а? Нет, ты иди, я здесь подожду. Охранник сказал, дело плохо. Там начальство какое-то приехало. Почувствую, попал он по полной программе. Появит ему по всей строгости. Но не верю, я, чтобы он смог убить человека. И вы должны отпустить. Смотри. Ален! Простите, я по поводу Артема Михайлова. Что сказал судья? Два года колонии поселения. Сволочи. Ты понимаешь, хорошо, что не колония строгого режима. Там вообще ужас. Мне отец рассказывал, правда. Так что еще... Ты чего? Куда ты? Здравствуйте, Соня. Вы знакомы? Нет, я... Я знакома Артема. Я вас хотела спросить, могу ли я передать своим письмо. Вы же поедете. Куда поеду, ничего не понимаю. Ну как это, ну, в тюрьму. Я просто слышала, там можно жить семьями. Вы когда поедете? Девочки, тебе сколько лет? Девятнадцать. А мне двадцать пять. И я не собираюсь еще два года потратить на жизнь в колонии. Понятно? Ну как же. Вы же его невесты, он же вас любит. Придется разлюбить. Это ведь нельзя, это же... Это же Артем. Ты в него влюблена, что ли? Все понятно. Только не надо мне тут про любовь спаривать. И стыдить меня не надо. Я за Артемом три года по частям моталась, как собачонка. Устала. Но это же предательство. Да кто ты понимаешь в жизни? Хочешь поехать, съезжай. Только ведь не поедешь. Позвал бы, поехал. А он не зовет. Он гордый. И не позовет. Да ему не нужен никто, дурочек. Он же у нас супермен. Как твои дела? Все хорошо. Мы с мамой решили, что мне нужно поехать в Москву. Есть шанс попасть на подготовительное отделение. Молодец. Обязательно поезжай. У тебя получится. Спасибо тебе, что пришла. Я обязательно это буду помнить. Я могу писать вам. Письма девушке к Зеку? Нет. Не мой стиль. Почему? Не хочу, чтобы мне что-то напоминало о прошлой жизни. Так же нельзя. По-другому мне выжить. Идеально. Иди. Здравствуйте. Здравствуйте. А как мне найти Максима? А фамилия как? Фамилию я не помню. Он капитан. Служит вместе с Артемом Михайловым. Служил. Исаев. Я сейчас попробую в штаб позвонить. Спасибо. Привет. Здравствуйте. Это ты же тогда в кафе? А я вас искала как раз. Вы же лучший друг Артема, да? Наверное. А я подумала, что вы знаете наверняка, куда его отправили. Мне больше не у кого спросить. Допустимо, знаю. А тебе зачем? Я ему хотела письмо написать. Пойдем я тебя чаем напою. Не на проходной же разговаривать. Соня не первый раз уже сбегает. Как это? Перед самым переводом в эту часть, Артем ей сделал предложение. А она в ЗАГС не пришла. Даже ничего не объяснила. Темка страшно переживал. А потом? Спустя полгода она вернулась. Артем с ума сошел от счастья. Ну, а я что? Я же не буду это все рушить. Он ведь тебе нравится, да? Я к нему ходила на свидание. Он жить не хочет, понимаете? Если он тебе ответит, дай мне знать, как он. Доченька, ты как только приедешь, ты сразу мне позвони. Хорошо? А Степан Николаевич тебя на вокзале встретит. Мы обо всем договорились. Да, и еще, слушай, обязательно. Ты мне пиши, хорошо? Не забывай. Так. А я к тебе летом приеду обязательно. Ну, ну, все, поезд уже пришел. Мама, я не поеду. Ты что такое говоришь-то? Мам, ну, не могу я, понимаешь? Ты бы увидела его глаза, он тебя к смерти приговорил. Мне к нему нужно. Да кто он тебе такой? Слушай, ну, Аленыч, ну, правда, ты не дурей, а, пожалуйста. Ты же в Москву едешь, в Москву. Я же ненадолго, я съезжу, вернусь, ну. А билет? Да сдам мне этот билет. Потерей немного денег, ну что? Господи. Мамочка, ну, пожалуйста, я тебя очень прошу, ну, не волнуйся. Мам, ну, хорошо? Я не понимаю. Ну, мам. Ну, тише, тише. Тише. Я ничего не понимаю. Не, ну, она точно сошла с ума с этим Артемом своим, ей-богу. Она же мне ничего не говорит. Я ничего не знаю. Несколько дней назад она прибежала ко мне, вся в слезах. Сказала, что Артема, ее друга, посадили в тюрьму. Какой он ей друг? Как? Ему тридцатник. Просто она влюбилась в него без памятства по уши, вот и все. А у него невеста есть. Да, невеста. А как посадили невесту тю-тю, ну, как обычно в жизни бывает. Ну, что, Михаилов, правила наши понятны. Советую особо не выеживаться и навалить отношения с коллективом. А то больно хмуро глядишь. Кто ты у нас по профессии? О! Бывший офицер? Командовать любишь? А я тоже тут командую. А делать-то что, умеешь? Хватить машину. Ну, это сейчас каждый может. Ладно. Посидишь пока на лесопилке, а там подумаем. Барыкин. Я. Значит, доведешь до общежития? Найди комнату потише, чтоб без гопоты. Завтра на работу. Пойдем. Хапков, сказано было в комнатах не курить. Извиняюсь, городной начальник. Замечтался. Соседа тебя привел. Завтра с собой на лесопилку возьми. Скажи, что я приказал оформить. Меня Артем зовут. У меня Матвей Николаевич жвать. Или просто Дед Матвей. А ну, бежи, не рыпайся. Деньги. Деньги. Слышно, чё? Хорош пилить. Перерыв. Чего? Я говорю, хорош пилить. Перерыв. Какой перерыв-то, я не понял. Полчаса еще до обеда. Вот и я об этом. В магазин надо сбегать. Не понял. Я тебе объясню. У нас принято перед обедом на грудь принимать. Погяры надо принести, понял? Запрещено же здесь. Это понятно. Ну, ты в подсобку зайдешь, скажешь, что ты от кислого. Бабла дашь, настольник больше. Ну, и когда назад пойдешь, смотри, не запались. Понятно. Чё тебе понятно? Чё тебе понятно? Чё тебе понятно? Слышь, мне работать надо. Ты чё, борзый дай? Ты смотри, у нас такие борзые до обеда не доживают. Слышь меня, Фраев. Слышь, ты, мне терять нечего. А ну-ка, штейн, шелухонь. Да чё, Матвей, мы же хотели пошутить, просто так попугать зеленого. Он же пуганный. Пойдем покурим. Да зеленые они совсем, что они в жизни видели. Кисто вон читают по слогам. А тусы не знал, с какой стороны к бревну-то подойти. Пришлось всему учить. Шелупонь. Да не злись ты на них, глупые. А ты злой, я вижу. Не злой, я. Просто не должно быть меня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok